Последняя проверка силы и средств перед полномасштабным сезоном огня. На городской смотр традиционно была собрана техника и личный состав, ведомств и предприятий, сотрудникам которых предстоит бороться со стихией и помогать людям в период природных пожаров. Это сотрудники 7-го пожарно-спасательного отряда, ООО «Инвестрой», представители жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортные предприятия, медицинские службы, полиции, конечно же, добровольные пожарные дружины, предприятия компании «Соя Кузбасс». Среди них команда ООО «Пир», добровольные пожарные, неоднократно приходили на помощь профессиональным спасателям. Команда выезжала буквально в том году на Байкаим, там брошенные дома, угрозы, пожары все устраняли, локализовывали. Также применяется машина наша в помощь пожарных машин для подвоза воды. Помогаем всегда. В ходе смотра была проверена и укомплектована служб личным составом, а также и готовность действовать в экстремальных ситуациях. Исправность техники, оборудования и специальных средств. В общей сложности на смотре представлено 17 единиц спецтехники, 66 членов добровольно-пожарных дружин из 8 предприятий. С 15 апреля и по 1 июня в Кузбассе вводится особый противопожарный режим. Созданы специальные патрульные группы, которые в ежедневном режиме будут следить за пожарной обстановкой на территории городского округа. Я обращаюсь к населению нашего города, что пожароопасный период и вообще на территории своих приусадебных участков сжигать сухую растительность категорически запрещено. Если вы разводите мангал, то мангал должен быть разведен около 5 метров от дома, не меньше. Если вы сжигаете сухую растительность без бочки, без всякой емкости, то он должен быть размещен на территории не менее 15 метров от жилых строений. Поэтому будьте внимательны и не допустите пожара своего жилища. За нарушение правил безопасности во время особого противопожарного режима вдвое увеличиваются штрафы, в том числе для населения. На граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч и на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Но спасатели отмечают, нет цели наказывать, есть стремление предотвратить беду.